Их долг первыми прийти на помощь. Сегодня спасатели Казахстана отмечают профессиональный праздник. 32 тысячи пожарных летчиков, водолазов, кинологов, врачей, психологов готовы оказать помощь в любое время суток. Каково быть спасателем, узнал Сабиба Ибусинов. Их профессиональная жизнь, постоянный риск и ответственность за жизни других спасателей всегда на чеку. У нас практически отдыха нет. В зависимости от времени и года у нас работа сменяется. Зима – это дороги, знаете, там, заносы, с ними боремся, приходят. Весна – это паводок. Паводок сменяется летним пожароопасным периодом. Его стихия – небо. Вот уже 25 лет. В воздухе Саббажан Тюребеков провел 4000 часов. В каких только спасательных операциях не участвовал. Тушил пожары, перевозил пациентов, спасал альпинистов в горах Алматинской области. Спустили порядка на один километр, наверное, ниже, потому что условия там были очень сложные. Склон порядка 70 градусов. В горах воздух разряжено. Таких историй у каждого спасателя набралось уже на целый фильм. И каждый из них не повод гордиться. Это просто работа. Она сложнее физически, психологически, особенно когда смерть рядом. Когда я уже со звеном ГДЗ заходил в эту горящую квартиру и в подъезд, на меня выбежал человек и сказал, что у него там супруга осталась на лестнице. Мы ее вытащили наружу и сотрудники 103 констатировали смерть. Чтобы всегда быть в боевой готовности, спасатели проходят психологическую подготовку и тренируются 6 дней в неделю. Вот скорость выполнения задания профессионалам за 15 секунд. А вот обычным журналистам. В 4 раза дольше. У пожарных, как правило, работы больше, чем у остальных спасателей. Только с начала года по всей стране они совершили почти 46 тысяч выездов. Спасенные жизни исчисляются тысячами. Задержите дыхание. Нормально, ничего в воздух не идет. Все, сделайте пару выдохов. Выдохни. В среднем обмундирование пожарных спасателей весит 20-25 килограммов. Для неподготовленного человека, я вам скажу, это очень тяжело. И сегодня нам предоставили такую возможность испытать на себе, что значит работать в условиях, максимально приближенных к реальности. Но операторам сюда нельзя, поэтому все будет наблюдать с монитором. Куда идти-то? Вот жесть. Это было непередаваемым. Воздуха немного. Теба невероятная. Сложно работать пожарно, но я пошел. Такие испытания спасатели проходят почти каждый день в реальной жизни. И не всегда без потерь в своих рядах. Со времени основания службы в Казахстане при исполнении погибли 46 спасателей. 46 героев, не пожалевших себя ради других. Сабиба Ибусинов, Азамат Саметов и Марат Таубаев. Итоги дня. Субтитры создавал DimaTorzok